Дополнительные выходные дни, повышение социальных выплат и защита от недобросовестных продавцов с приходом нового месяца в российском законодательстве вступает в силу ряд изменений. О самых значимых из них расскажем в следующем сюжете. В первую неделю нового месяца жители страны будут отдыхать больше, чем обычно. Это связано с празднованием Дня Народного Единства, который в этом году приходится на субботу. Согласно Трудовому кодексу, выходной переносится на ближайший понедельник. Таким образом, работающие граждане будут отдыхать три дня подряд, 4 по 6 ноября включительно. Третий же ноября является предпраздничным днем, поэтому рабочее время будет сокращено на один час. С 1 ноября некоторые категории пенсионеров станут получать повышенные выплаты. На прибавку могут рассчитывать бывшие работники угольной промышленности и экс-пилоты гражданской авиации. Но только если они обратились за перерасчетом до начала этого месяца. Повышенную пенсию получат и люди, которым уже исполнилось 80 лет. В этом случае перерасчет произойдет автоматически на основании данных соцфонда. Дополнительная денежная прибавка ждет иммобилизованных военных пенсионеров. Напомню, раньше при подписании контракта они теряли положенную им выплату по выслуге лет. Теперь же вместо нее им назначат компенсацию, которая будет выплачиваться ежемесячно и составит 100% от потерянной пенсии. Недобросовестные продавцы теперь не смогут нажиться на доверчивости покупателей. В России ввели штрафы за навязывание услуг потребителям. Новая мера коснется тех случаев, когда продавец убеждает покупателя оплатить дополнительные товары или услуги, уверяя, что это необходимая мера. За подобные махинации сумма штрафа варьируется от 2 до 40 тысяч рублей, а за игнорирование жалобы потребителя с навязывающей стороны могут взыскать до 300 тысяч. Изменения ожидают и закон о банкротстве. Теперь избавиться от долгов по внесудебной процедуре станет еще проще. Новые льготы коснутся в основном женщин в декретном отпуске и пенсионеров. Так, для оформления упрощенного банкротства нужно подтвердить, что социальные выплаты – единственный источник дохода. По новым правилам, максимальный размер задолженности для оформления данной меры увеличится с 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Вместе с этим будет снижен и минимальный лимит долгов с 50 до 25 тысяч. Наталья Хмелева, Антон Бархатов. Местное время.